что друзьям приветствую всех любителей античности иногда в комментах пролетали в общем то такие запросы поиграть в император рим довольно редко на самом деле но вот пожалуйста считай по запросам работяг исполняю вашу волю в целом я в этой игре вообще не разбираюсь вообще абсолютно так пару раз потренировался там что-то поиграл какие-то механики самые базовые посмотрел а так в общем то если что не обессудьте и какой бы вам государство хотел показать за какой бы поиграть новые по названию это по прыжке все видите да и я сейчас знаю то что я хотела поиграть за спарту за старую добрую игра в целом в целом может кто-то не знает максимально похоже на европку с элементами крестоносцев ну и своими уникальные механики по типу по типу населения и все и всего такого так вот что мы за спарту начнем что из себя спарта вообще представляет спарта это между прочим у нас стратократическая монархия правильно прочитал да на удивление правильно короче монархия где важную роль играть в военной ну как бы мы за спарту играем чтобы там еще играла роль сильную да спарта и себя маленькое такое государство представляет и наверное пока самые базовые типа торговые пути настроить чтобы денежки себе за иметь такие бонусы вот эти ячейки надо бы заполнить чтобы бонусы получать да хорошо ну и в общем то здесь как и в европке в общем то есть заданием не у всех стран конечно но вы есть уникальное для спарты задание как они миссии до миссии миссии восстановление спарты целом здесь написано про то что спарта балакаре когда-то мега сильный но сейчас мы ослабли и вот почему мы в общем то ее восстанавливаем так наш правитель становится чисто любивым спартанцам это как понимаю на всю жизнь у него да но кстати правитель арей 1 ага агиат нам 20 лет вот они мы такие красавцы хорошее здоровье у нас дисциплинированность какие-то вот это основные показатели воинское искусство харизма хитроумие набожность и вот они мы чисто любил вы спартанцы правильно а вот он а вот он этот показатель числе любил спартанца что-то его где-то здесь искал он тут снизу все до конца игры это это не ни на одного правителя это прямо будет по наследству передаваться не знаю ну вот как вы видите в общем то в игре я не сильно разбираюсь но это нам не помешает так вот где же наши войска не не все зрители разбираются в этой игре войска здесь просто-напросто вот они это это рекруты это чисто с земли всяких горожан мы поднимаем ставим в строй и в общем-то это ополченцы считай до рекурты рекрут это это людские ресурсы ну короче ополченцы здесь можно сделать регулярную армию это в легионах но для этого нужно во-первых качать технологию они нововведение тут называется да мы прямо сейчас до этого прокачаем да и это еще не все нужно принять закон чтобы мы могли сделать себе регулярную армию да а это царская охрана но нам нужно стать региональной державой сколько нужно территории для этого я на самом деле не знаю но рано или поздно мы и станем да это это бессомненно так что пока мы будем воевать тупо рекрутами ну в целом у нас это вижу по законам у нас военная служба модификатора отпал ополчения плюс 10 то есть по моему это совсем и такие неплохо плюс 10 так что наша армия это наше население наше население пока 65 у нас зовут живут это даже наверно тут попроще посмотреть он живут люди с пелопонесской культурой и евреи куда без них вот на карта культур но это нам пока не сильно интересно итак мы можем выполнить тут вообще очень скромная ветка заданий да ну давайте мы выполним чисто для такого обучения знакомства с игрой и сама то наверно будет так и лот и миссини миссини это вот соседняя с нами маленькое государство и вот отнять миссини ну что ж отнять так отнять она у нас это задание выполнится но как она выполнится и даст дастся нам претензии на всей земли до через 180 дней то есть чуть-чуть совсем нужно подождать вас правитель не вне браки да не в браке давайте брак устроим правда брак у нас может только устроиться среди нашей династии то есть наверно то не сильно хорошо так делать маша кинуть мега бонусы на плодовитость будут кого-нибудь целомудрого целомудрия продавитость это минус это нам не нужно но давайте допустим нефродита нефро и кого не фари да боже мы такие имена классных верность нехорошее отношение к нам они понятно как посмотреть наверно верность это заключается 20 лет и ну давайте и было бы неплохо сразу союзы посмотреть с кем они так у миссии есть мощность оборонительный союз с каким-то государствами видите они подсвечиваться такие по одной территории да но у них население типа 10 7 то есть если очень сильно мало населения у страны то у них вообще не будет ополчения никакого да как я понимаю так наверно так проще будет смотреть союза ну да такие однопринящие государства нам могут может помочь наверное вот этот аргас ты можешь да ты с нами в союз может вступить просто он еще бот не будет вступаться с нами в войну если у него не будет права прохода да то есть если даже у нас будет какая-то мега македония в союзе да то как я понимаю они будут они в целом смогут через корабль через кораблики к нам приплыть да но из-за того что они по схлопутного пути не могут никак добраться то у них будет желание вступиться войну очень низкая поэтому мы будем воевать с теми с кем можем а кто и кто еще с ними граничит или с нами какую-то страну вот и только аргас получается ну вот еще кто-то один да но его 12 населения может эллида сработает не знаю эти пробуем с эллида из-за союзи да и у нас помада нос два из двух дип отношений дип отношений у нас немного немного флотную пока качать наверное не будем потому что нам нужны будут деньги для того чтобы выполнять задание это я уже помню это я посмотрел на это в случае чего-то очень страшного мы наверное сможем наемника взять да да вот наемники они это не как в европе из ниоткуда берутся наемники стоят и ждут в общем-то приказу допустим эти наемники в афинах стоят эти наемники в делосе кто-то там вот вот здесь так что было бы неплохо иметь флот который смог бы хвозить да вот я как понимаю нет такого разделения транспортники не транспортники да тут любые даже боевые корабли могут перевозить на себе армию да но это еще какие-то траты на деньги так что я наверное не сильно буду этим обеспокоен в можем объединить миссии войну и так если объявил войну да о боже мой отказ тут аргас почему-то аргас союзе с ними боже мой да миссия на как там миссения нормально вы так устроились вот элида не хочет вступаться почему-то потому что подождите они что это такое мнение есть граница мы союзники ничего не понимаю так по ходу нам нужно какие-нибудь новые союзы выбирать потому что здесь как-то не работает это все до печально видимо придется нам с наемниками работать на наемники денег стоит боже мой на как видите самые дешевые три монеты требуют в месяц а у нас одна да и чтобы их нанять стоит 100 сразу им заплатить на ну где вы хоть сидите здесь их 4000 4000 нам хватит четырех кораблей на 4000 ты твоя не знаю давайте я сохранюсь всякие айронмена я не ставил разумеется нет не хватает и их можно перевести на 9 кораблях почему-то подожди просто 44 ну да тут одна одна когорта считается как 500 из реально нужно 9 кораблей на это дело понятно понятно муж как это право прохода сможем получить и как-нибудь уловка перебежать кажется мы так не сможем признаться честно когда я тестил спарту томи сена не союзился с таким аргасом и мы как-то с трудом на побеждали и и сейчас как-то печально все с этим ведь ник нет никакого соперничества и непонятно кто с ними согласиться это воевать ладно раз 9 кораблей давайте наверное корабли себе построим они надеюсь недорогие ну 5 монет нет не особо дорого так прежде кто-то с кем-то начал воевать простите что это за войны такие она лаконию напали какие-то мелкие государства так понял и не написано кто на кого на планеты и напали именно на лаконию печально подожди а если сейчас нападу то нет они все равно все согласятся боже мой и так 99 кораблей готово давайте я предлагаю вам все-таки нанять себе наемников а эти уже на не подожди это другие на нет вот эти все стоят давай-ка их наймем соберем вот этих рекрутов пускай они боевую дух хотя них почти полный боевой дух ну короче пускай восстанавливают пока что так у наемников пока что совсем низкий боевой дух да в целом в целом война чуть такое призыв к оружию вот сейчас мы проверим кстати чё будет если кину союзника вот допустим и и все прикольно так вот чё я говорил самое главное нам сейчас это взять вот эти провинции 3 тут одна с крепостью так понимаю да одна с крепостью просто и взять и ни с кем не сражаться просто если мы полностью забираем они уже сдаются с ней тут не нужно как в европке ждать пока там союзников побил там то это нет нет сразу все уже кстати какой-то маленький педавр кстати нам может помочь вообще супер из границы мнение военный баланс короче давайте лаконию очень много союзов ладно мы попробуем мы просто попробуем поехали да у нас просто почти не пол-греции но до война у нас со многими а не успели вот самое главное было перейдить их в осаде усюка сейчас я не знаю что будет часа не могут нас и убить блин я не сохранился по старой памяти как я на ирон мэй не играя поэтому не сохраняясь где мы кстати побеждаем нифига себе спартанцы тупо разваливают всех блин блин правда наши полный газ полностью государства аннексировали подожди может вы сдадитесь тогда уж нет она слишком низкий счет ну ладно давай спарту вернем обратно пожалуй так и совсем чуть-чуть нам осталось да буквально ой 10000 это сильно как-то нужно боевой счет на чтобы накапал а вот вот и все как-то там называлась извини мессения да иди-ка суда иди-ка в спарту возвращайся и всю элиту мессенскую казнем моментально и пожалуйста вот конечно и на карте все еще не видно эту спарта но спарта чуть побольше стала теперь нас население немного не мало 93 почти сотка ополчение мы распускаем товарищи наемников мы тоже наверное распускаем кстати им нужно то чтобы они распустились денег дать еще они нам придется заплатить ноль-ноль вот эта кнопка называется пожар ну пожар хорошо теперь у нас эти наемники тут будут стоять пока их не наймут снова нам так и пожалуйста задание выполнено может сразу два задания выполнить нам какое-то задание и снова и лоты так мы усмирили мессению наше дело правое теперь все у нас появятся рабы 33 штучки рабов в столице добренько добренько так и тут сразу снизу задание воссоединение смесений нужно в бессе не вмесение построить пять зданий пять зданий это мы на изучих сделаем да не нас пока денег нету так нужно это же не все миссии у нас еще здесь что-то там так средний уровень довольства свободных людей на территории спарта 85 или выше так подожди нам нужно какая-то есть здание который повышает довольство свободных людей вот они свободные жители и это какое-то здание это по моему я посмотрим так наконец-то хоть на что-то накопил нам необходимость что довольство свободных граждан и по моему здесь этого нет вот они о боже мой это больше ста стоит во довольство игра это же или или подожди свободный житель свободный жители граждане это разные классы так мне нужен для этого форум да она нужна именно свободные свободных людей довольства свободных ну да все верно свободные люди все что-то почему-то само по себе растет вот это вы вообще ничего не понимая там довольство растет не растет вообще ничего не понимаю кстати с моментально Из-за того, что у нас тут признанная культура живет наша, моментально армия тут же увеличилась просто. Было 4-4, а сейчас ослик, а босс, пожалуйста, и 7 легкой пехоты и 6 тяжелых. Кстати, мы можем кого-то, какую-то маленькую страну заставить быть. Кстати, у нас 3 дипотношения, почему-то было 2, а сейчас 3, это я пропустил. Так вот, мы можем маленькую державу заставить быть нашим, скажите мне, вассалом. Тут это, конечно, иначе называется. Вот, допустим, вот, у меня союзники есть, да, сможем ли мы их подчинить? Так, нужно, чтобы мнение было не ниже 100, в целом можем. У нас другая культура, конечно, она религия та же, союзник он наш. У нас нейтралитет, а, может быть, нет, не из-за этого. Подожди, можно этот, вот это все поменять? Что это, дипломатическая политика? Нейтралитет, что-то на улучшение отношений мне хочется. Вот, цена улучшения отношений, кстати, союз, во, вот это нам нужно, умиротворение. Вот это добренько. Так, у нас союзник М75, и просто, если сделать подношение плюс 25, как раз 100 будет. Подожди, нам все хватает, чтобы, ну да, подожди, за 5 монет делаю подношение. Подожди, дипломат прибывает. И так, нет, они почему-то не согласны. Ага, но это мне, конечно, не показали. Усталость от войны у них, потребовать подчинения. Да, прикольно, прикольно. Ранг у нас не настолько высокий. Ну, все ясно, тупо зря потратили денежки, получается. Да, ну ладно. Так, ну мы построили форум, и что-то все равно свободные жители довольны не настолько сильно. Не, ну у них потихонечку растет довольство, я не знаю, на что это влияет, честно. Может, как-то вот здесь на это ответ есть? Повышение, понижение, боже мой. Ну и интерфейс. Ладно, довольство растет, это самое главное. Еще нужно, чтобы в Спарте у нас было 5 зданий, у нас 4. Да, тут нужно, чтобы было 5, и тут. Нужно, наверное, налоги построить, и они не такие уж и дорогие. А вот, кстати, они и довольны. Пожалуйста. Возвращение скиритов. Скириты это такие, я как понял, местные горцы, которые на нас работали. Но когда нас победили, в общем-то, они загрустили и убежали от нас. А сейчас мы, типа, начнем их возвращать себе. Да, опять 180 дней нужно ждать. Кстати, у нас еще задание получить Лепрей. Это, вот он, Лепрей, чтобы полностью Лаконию получить себе. Так, Лепр, этот, кто тут? У вас восстание, это, подожди, Гирея захватила это, и у них восстание произошло. А, то есть, если я сейчас... А, так у них нет тогда союза? У, тогда нужно срочно делать на них претензию. А вот они и скириты, кстати, денежек потратим, но получим двух свободных жителей, как я понял. Что эти свободные жители, кстати, делают? Налоги дают, людские ресурсы, ну. Так, ну у нас почти полностью сделана претензия, тут кто-то их подавляет. Нам бы не хотелось, чтобы кто-то их подавлял, правильно? Так что, друзья, не могли бы вы уйти? Тут у нас спартанцы идут, на секундочку. Так что Лакония, давай, да-да-да, даже союзников не будем. Хотя, ладно, призовем, призовем, пошли. Так, и что будет? А, ничего не будет, мы поддерживаем чужую осаду, я так понял, да? Так, это не добренько, ладно, подождем, пока они до конца осадят, и война кончится. Что будет? Так, ну да, война кончилась, замечательно, у нас претензия, да, на Лаконию, о боже, опять эти мега-союзы. Эти наемники здесь не стоят, но у нас 100 монет есть, если что. Давайте попробуем союз какой-нибудь вернуть себе. Мы можем один союз себе заиметь, мнение низкое о нас. А, ну за то, что мы раздаваем союз, разумеется, минус соотношение, ну это такое понятное. Так вот, с ними можем союзиться, да? Кто вы? Трезен, ага, ну давай. Ну и что, Трезен, ну ты не согласен. А, нет, все, согласен, все, супер. Ну что, теперь-то мы поехали, 7 тысяч вроде как немало совершенно, да, союзники, не знаю, соберут, не соберут что-нибудь? Ну, короче, поехали. Одну провинцию буквально, одну. Кстати, мы можем не одну, мы можем и это забрать, и союзников позабирать, это, правда, агрессивки немножко дастся нам, да? Ну, она же спадет, правильно? Ну, она же спадет, правильно? Я думаю, да, можно быкануть и чуть побольше, наверное, даже забрать себе. Да, немножко агрессивки себе полутать, но и территории тоже. Я так понимаю, противники, они с кем-то параллельно в войну ведут, да? Почему-то они здесь, на этой территории, ну, совсем понятно. Так, мы уже можем вывести из войны одну агрессивку мы залутаем. Я не знаю, агрессивка тут сколько много, но я думаю, одну можно вот это потерпеть. Ну, в общем, будем забирать сколько можем, просто сколько влезет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эх, кажется, не успеваем, не успеваем. Да, мы последнюю тут провинцию забрать, потому что блеится мир, тут такое... Хотя, подожди, что это такое? Во власти завоевания, теперь завоеватель может настоять на подписании белого мира, в смысле. Я не уверен, что это за фигня, но мне кажется, если я сейчас немножко подожду, то это завоеватель на белый мир, завоеватель, мы завоевать. То есть, ладно, я не буду рисковать, на всякий случай я так замерюсь, потому что я не разбираюсь, я не разбираюсь. И, оп, вы посмотрите, вы посмотрите, во что мы превратили... В убийцу, Спарт, ну все еще на карте не сильно видно, но вот она, Спарта, почти весь этот Ахейский полуостров мы забрали, мощно. У нас население 155, правда, не все население нашей культуры принято. Смотрите, о боже мой, тут очень-очень много разных культур, да? Они все наши родственные, да? Я не совсем уверен, что с ними делать. То ли крупные культуры признавать, вот типа аркадская, да, аркадская, то ли ее признавать, ассимилировать все это дело. Вот я правда не понимаю, что с этим делать, вот. Но, понятно, точно, мы теперь мощны, как никогда. Вот она, дорога в Олимпию, производительность рабов в провинции, конечно, минус, да? Но это на время, опыт когорты, скорость ассимиляции населения, вот. Это в Лепреи, да, Спартанское, вот чисто здесь. Ну хорошо, в Лепреи какая культура преобладает? Культура эллинисти, в смысле. Пелопонесское. Так у нас тоже... Нет, это я сейчас смотрю в Лаконию, Алипреи чисто. Тут вообще как-то мало населения, на самом деле, что их ассимилировать-то? Ну, Пелопонесское только один, а у нас Пелопонесское принятое, да? Да-да-да-да-да-да. Ну, добренько, добренько. Ну, теперь куча товаров на продажу, есть денюжки. У, блин, денюжек у нас будет нормально. Технологии у нас какие-то качнулись, можно что-нибудь вкачать себе. Ну, я на всякий случай в Лаконии, и Лаконию у нас тут почти вся эллинистика, это Пелопонесская культура. Я тут что поставил? Обращение, да, потому что тут немножечко у нас... А, все уже все эллинистское язычество проповедуют. Блин, как бы это удобно посмотреть. А подожди, может тут? Нет, это вот провинции Лакония. Ничего толком не написано по ней, да? Ну да. Ну ладно, язычество, давай мы... Какие у нас еще есть территории? Есть Аркадия и Ахея в виде одной гирей только, да? Давай Аркадию посмотрим. Аркадия, у тебя тут аркадская культура, она Пелопонесская нужна. Поэтому мы ставим сюда в политику губернатора. Ассимиляция, да? Тут религия эллинское язычество, тут все наше, да? Давай ассимиляция. Не знаю, насколько это быстро-небыстро будет. Нужно еще ненужные крепости всякие поубирать, да? Посмотреть, какие нам пойдут, какие не пойдут. Вот в Аргасе крепость у нас будет второго уровня, кстати. А здесь две крепости, можно одну оставить, да? Да, в гирею убрать, допустим. Потому что это все стоит денег, причем таких немалых. Да, и вот здесь в Лепреи крепость еще она вот так перекрывает. В Аргасе перекрывает. Ну и в конце концов в нашей столице в Спарте будет крепость. Ну все, добренько. Флот у нас, правда, слабенький. С этим нужно что-то подделать, наверное. Так, ну пока игра идет вроде бодренько. Вроде пока все нормально дело. Вот буквально получается одну или две крепости, одну вроде крепости снес. Был доход один с копейками, сейчас три с небольшим. Пожалуйста. Может как-то где-то лимит на эти крепости есть, что так это сильно работает. Короче, ладно, миссии. Еще здание, ну здание теперь Спарте я могу на Изичах построить вообще. Может что-то на довольство мы построим, потому что Алисократы не сильно довольны. Какие-то они добавляют волнение. Я вообще ничего с этим не разбираю. Я знаю то, что у рабов всегда самое минимальное довольство, и это нормально. Вот это я знаю точно. Вроде как, если низкое довольство, они не будут эффективно работать, что ли. Я вижу очень низкое довольство у аристократов. Может им построить Академию, тут довольство аристократов. Плюс, ну четыре, как-то не сильно много. Ладно, давайте просто поставим налоги, и в общем, мозги делать не будем. И плюс в миссении нужно три каких-то штук поставить. В миссении я еще проще сделал. Я поставил три налоговых управлений. Вот это да. Это добренько. Кстати, интересно, а мы не стали уже какой-то там державой, чтобы мы могли легионы содержать свои? Так, законы. Нет, мы не регионы. Вот где написано вот это? Может какой-нибудь тут есть это? Да нет, ничего такого нету, чтобы где-то почитать внутри игры. Ну ладно, ладно. Так, возрождение по-спартански мы выполнили. Далее. Ячейки для зданий. Там довольство граждан. Это все хорошо. В провинции Спартово, в столице именно. Не, ну это добренько. Что у нас еще? Лаконская еда. Вот это вот такая подлая вещица, в которой я сначала не мог разобраться, а потом как понял. Короче, нам нужно, ну Лаконии еды достаточно, да? Значит, у нас должна быть одна территория провинции Лакония, где есть 10 рабов и поселение землодельцев. Нажимаю, в общем-то, на столицу свою, на городаву, и здесь нет такой постройки. Но потом я когда пер, в общем, здесь каждая вот эта маленькая провинция разделяется на, пожалуйста, значит, что тут? Скажите мне, на поселение, на город и на метрополию. Короче, в городах строить вот это поселение землодельцев нельзя, а в поселение развеется можно, оно же поселение, правильно? Вот, а если что, рабов не хватает, можно просто переместить население за очень скромные денежки. Да, мы, кстати, только рабов можем переселять. Ну, вообще логично, да. Вот тут я на самом деле вместо порта бы поставил поселение земл... Это ферма рабов, что? Вот землевладельцев. Ну, что-то, мне кажется, мне не получится, потому что железо, да? Ведь именно, именно рабы производят эти товары. В общем-то, непонятно, где я могу строить их, где не могу. Здесь я почему-то... Сейчас мы с денежью накопиться, чтобы было понагляднее. Кстати, эти товарищи-то не хотят до сих пор нашими, да, не хотят вообще. Вот, здесь мы, например, можем поселение землевладельцев построить, да? Здесь можем. Здесь уже есть постройка. Здесь можем. Подожди, почему-то я до этого не мог. Я везде теперь могу поселение землевладельцев строить? Вот здесь почему-то не могу. А, требуется товар, пополняющий запасы пищи. Вот в чем дело. Почему-то до этого ничего не писалось. Ну, я это... Я играю сейчас на самом актуальном патче 1.03. Подожди, что я несу? 2.03. Тогда я играл на 2.0. Возможно, это как раз в каком-то подпатче добавили. Короче, ладно. Здесь мы и не могли бы не строить железо, да? Вот почему-то я когда на жизнь, так непонятно. А когда вот здесь, то понятно. Ну, что мы будем? Рыб? Рыбов производить или что? Оливки. Это... Что это? Да, это оливки. Рыбы. Овощи. Цена перемещения рабов. Знаете, можешь овощи производить или рыбы лучше? Ну, тут довольно свободные жители. Излишек столицы. Вот, излишек столицы этого есть. Овощей нету. Давайте в овощи пойдем. Поселение землевладель... Все, я правильно понял. Да, все верно. Строим здесь дорогущее поселение землевладельцев за 168. Это будет строиться 730 дней. 2 года же, да? Похоже на то. Поставим и потом рыбов сюда переселим. 10 штук должно быть. Мы же сможем это сделать, простите? Да, куча рыбов можно переселить откуда угодно, да? Причем с любой... С любого конца страны, да? Какие у нас еще есть приколюхи? Так, нам нужно 200 монет, чтобы поражать святилище какое-то. Вмесение сейчас тут построится. Так, и воссоединение с месением готово. Максимум пищи мы получаем навсегда, да? Налоги. Чисто вмесение, да? Ну, добренько, чутка что-то там написали нам. Ну, хорошо, сейчас мы это выполним. 200 монет пока у нас нету. Дальше я не выполнял, кстати. А у нас даже никакого задания нету в дальнейшем по поводу этого. По поводу завоеваний. Чисто иметь размер армии, размер флота. Какие-то очень скромные задания. У нас тут, я предлагаю самостоятельно повоевать, да? У нас здесь есть такая страна, как Элида. В ней Олимпия, в которой происходят все время события типа Олимпийских игр. Было бы, наверное, неплохо себе Олимпию заиметь. Только вот опять там будет чужая культура, и у нас не будет оттуда армии. Короче, это неэффективно. Правильно? Правильно, очень-очень плохо видно. Вот, тут вообще какая-то чужая культура италийская. Да, у нас только в Лаконе чутка есть италийская культура. Вот, один, один человечек италийской культуры живет. Так, у нас, кстати, с ассимиляцией в Аркадии. Сейчас посмотрим и через два года у нас. Так, ну, Пелопонеская культура всего один пока что, да? Да, и с ассимиляцией тут плохо, потому что доминирующая культура не является поглощенной. Я так понимаю, как-то нужно по уму их расселять. То есть, чтобы здесь не было в этом городе очень много там арголидов там всяких, а чтобы было много Пелопонесов наших старых добрых, да? Чтобы они ассимилировали меньшинство. Как это провернуть, я не понимаю. Я перемещать могу исключительно рабов. И как заставить, чтобы поменялось что-то, я не представляю, рыли. Ну ладно, запомним. Через два года посмотрим. Пока у нас Пелопонес только один. А, кстати, тут не нужно ничего смотреть. У нас в 472 году, то есть, ну так, не скоро у нас только одна будет ассимиляция. Один человечек ассимилируется. Да, печально. Ну ладно, так вот, Олимпию хочу завоевать. Итолия какой-то союз, да? Итолия, вот они. Вот она, Итолия. 36 населения. Тут нельзя посмотреть, тут есть, конечно, технологии, чтобы шпионить, да? Но пока я не могу посмотреть, у кого сколько армий, да? И это неудобно. Ну, 26, 36, да? Ну что они против нас могут сделать? У нас, чисто нашу культуру 95. То есть, больше их всех взятых. Но у нас армия будет 100% больше. Поэтому давайте мы претензии сделаем на Олимпию. Кстати, можно какие-то еще здания на ассимиляцию строить. О, боже мой, всяко столько тут есть. Вот, пожалуйста, рынок ассимиляции, население. Плюс 2,5. Это много вообще? 2,5. Ну, учитывая то, что у нас меньше процента, да, это много. Это много. Икста. Тут помимо таких технологий, есть еще военные традиции, которые считаются тоже все-таки технологиями, по-моему. Нет, подожди, военные технологии. Это что? Вот три. Что это такое? А, вот это. Вот это имеется в виду. Ладно, короче, традиция это отдельно, что-то я есу. Это, в общем, бонусы, которые даются за военный опыт. Военный опыт дается, когда мы воюем. Все, все понятно. Мы можем выбрать греческое царство, либо полисы. Боевой дух армии. А тут опыт когорты. Легкая, ну, боевой дух армии, наверное, повеселей будет. А, и новая группа свободных жителей. Нифига себе. Добренько. А тут мы ничего. Берем. Да, и как я понимаю, я могу и отсюда брать. А тут нет привязки, что я только могу это качать. Нет. Так, претензии на элиту почти кончили. Ой, почти. Почти это. Сделались. Давайте мы призовем рекрутов заранее. 7000. Наши неубиваемые генерал. Кстати, генерал это мы. Потому что вроде как мы... Тут вообще разделение как? А разделение у нас на регионы. Регион Греции. В регионе Греции. Это как наш столичный регион. Правим мы. Вот эта монеточка, это значит, что это мы. Нам на, кстати, уже 37 лет. Там, по-моему, нам 20 было в самом начале. И вот мы, и вот мы с военным навыком в 12. Мы поведем сейчас в бой наших бравых ополченцев. Ну что, мы готовы? Да, мы, кстати, с кем-то воюют. За нас никто не уступается. А нам и не нужно. Мы сами себе, в общем, режиссеры. Поехали? Я думаю, поехали. Нам бы еще вот этот островок забрать. Ух, нет. Ну ладно, ладно. Поехали. Поехали. Я так думаю, может вот этого союзника, Этолио, раз уж это вообще не Пелопонез, это, ну, другое, да? Взять его и сделать нашим вассалом, раз такое дело, мы можем попробовать на самом деле. А пока это земли их пограбить, все дела. Кстати, мы выполнили задание. А, 200 монет. Тратим, тратим. Мы открываем божество Артемида Ортия. Открываем божество, значит, мы можем сменить что-то там. Это оно? А вот она, Артемида Ортия. Что это такое? Максимум населения, модификатор глобального и размещенного прироста пищи. Гореный ваш этот бог, хочу вам сказать. Ну, как я думаю, может это вообще мега-бонус, в чем я сомневаюсь. Ага, покоренная нами Элида отправляет нам посла, чтобы улучшить отношения. Так, дружище, давай-ка мы тебя, провинции, территории, так, подданным. Так, что это? Это клиентское государство и, да, клиентское государство, это, подожди, очень много агрессивки за это дается, или, нет, три всего. Клиентское государство, это прям вассал, который участвует во всех войнах, там, по-моему. По-моему, правда, рекрутами платят, что не так хорошо, как деньгами. Да, или, или давайте захватим, какая разница. Даже не страшно, если возьму и захвачу. Ну, пять агрессивки, пять. Да и плевать, пять так пять, не пять, не пять. Еще нужно вот с этими, наверное, повоевать, чтобы мы, подожди, это антигониды? Царство эти, а, она с карты мира пропала, ну, 83 населения, короче, с антигоном еще повоеваем, нормально. Короче, захватываем полностью и союзника, и олимпию захватываем. Ну, здорово. Ну, олимпия, у нас тут чудо света, на секундочку. Храм Зевса, скорость интеграции, плюс максимальное улучшение отношений, кстати, это добренько. То есть, нести можно, престиж какой-то нужно, чтобы прокачивать. Я вообще ничего не понимаю, что это такое, ну. Олимпийские игры теперь у нас будут проводиться. Да, да, в спарте, а что, 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 вопросы? Нет? Ну, ладно. Так, нужно устроить брак, у нас тут супруга умерла. О, что-то мы полысели в 40 лет, я тут посмотрю, да? Рейф первый, ну да, ну да. Мы устроим брак, тут все еще... А, нет, вот какая-то не из нашего рода, какая-то 29-летняя, да? Давайте хотя бы не из нашего рода, хотя она... А вот еще не из нашего рода синенькие, да, синенькие. Стоит семейство отдельное, это все нужно за ними следить, ставить их на какие-то должности, чтобы они не расстраивались. Так вот, ну я думаю, если мы с родом влиятельным породнимся, это же хорошо будет. Коллега тут какая-то, не, коллегу мы не будем. Вот, пожалуйста, благотворитель и оригинальное мышление. Афродизия, давай. Не рах какой-то получает еще верность, это, так понимаю, глава рода. Да, глава рода Тратаклида. Страта, Стратаклиды, в общем, давай сюда. Спарта, ух, мощь какая, Спарта. Правда, да. Давайте эту провинцию Итолию, разумеется, поставим сюда. Культурную ассимиляцию? Я не представляю, насколько... Кстати, что тут в Аргасе у нас? Три Пелопоннеса. Эти, там дополнительные два Пелопоннеса из-за событий появились, так что все очень печально. Ладно, может кто-то в коммент мне подскажет, как вообще с ассимиляцией, либо стоит все-таки признавать культуры. Хотя, когда признаешь культуру, тут настроение у... Это, довольство понижается у признанных. Так что не знаем. Но мы все еще локальная держава, да, наверное? Нет, гражданская... Где это посмотреть, боже мой? А вот, локальная держава. А вот, тут все на... Тю, блин, написано. Региональной нужно стать, когда у тебя от 20 до 99 территорий. По-моему, у нас достаточно территорий. Нет, подожди. Я, конечно, не буду переч... Это где-то написано. Казна... Территория... О, 22. Нам совсем чуть-чуть до региональной державы не хватает, вы прикиньте. И тогда у нас будет этот... Ну, это тут, конечно, легионы написано. Но регулярно армия у нас будет спартанская. Ух, мощь будет. Очень дорогая будет эта армия, да. Из-за того, что мы качаем армию, у нас тут будет ополчение снижаться. Потому что, типа, из ополчения она берется, учится, там, все дела. Да, но зато мы можем мега-компоновки армии делать, в которых я не разбираюсь. А, нужно остатки антигонидов добить, разумеется. Вот забрать себе вот что-то вот такого, да. Между делом у нас, этот, поселение земледельцев построилось, я так понимаю, да. Давай сюда 6 рабов переселим. Все, переселили. Теперь у нас овощи производятся, целых 2 штучки, да. 2 штучки овощей. Я так понимаю, это все в нашу столицу идет? Или как, как торговля-то товары? Не совсем понимаю. Ну ладно, представим, что это все в нашу столицу стекается. Так, и лаконская еда выполнена. На время нам дают прирост пищи и модификатор прироста пищи. Добренько. Теперь у нас задание какое. Тут у нас уже эта ветка закрыта. Так, нужно нам вот здесь крепости построить. Фу, да, прикольно. Спасибо. Нужно иметь хотя бы 2 штуки. Ну и дальше что можем иметь? Оспажденные лоты, государственная инфраструктура, направленные вложения, героический фриз. Чего? Не понял. Ну ладно. Это что? Это вот это что ли? Вот, да-да-да-да-да. Хм, добренько. Ну это можно потыкать. Ладно, это уже, наверное, мы в следующей серии будем делать. Пока я буду, наверное, с вами заканчить. Вот такая Спарта у нас вышла. Вот такая. Кстати, Крит нифига объединился. Блин. Тут до этого каждая провинция была независимая. А тут Крит. У 47 населения. Не, у нас это побольше. Но у них свое местное население, да? У них просто все местное население 146. У нас, конечно, чуть поменьше из-за этого. Так что Крит это... Кстати, союз с Критом было бы неплохо. Нет. Планируют наше уничтожение. От этого нам все больше печально. Ну ладно. Короче говоря, вот она Спарта. Рим тут. О, боже мой. Македония мощная. Друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Жмите на колокольчик. Пишите вам вообще, как игра. Зашла, не зашла. Нравится, не нравится, да? Записывать, не записывать. Такое подобное. Ну, а на этом мы на сегодня все. Всем спасибо, что были. Всем спасибо, что смотрели. Как-то так. Так.